Последний Папандопула Одессы. 5 июня проводили народного артиста Украины Николая Владимировича Завгороднего. Прощались легенды перед театром из комедии, где артист проработал более 40 лет. На прощальную церемонию пришли коллеги, друзья и благодарные зрители. Все вспоминают доброту и прекрасное чувство юмора народного артиста Украины. Подробнее в сюжете моих коллег. На 69-м году жизни скончался украинский и советский актер Одесского театра мускомедии, народный артист Украины Николай Завгородний. Причина смерти народного любимца – осложнение от перенесенного коронавируса. Прощались с артистом перед театром мускомедии, где он играл более 40 лет. Проводить в последний путь артиста пришли коллеги, друзья, благодарные зрители. Глава Одесской обл. администрации Сергей Гриневецкий рассказал, что не успел вручить очередной орден актеру от президента. Николай Завгородний – это одна из легенд театра музыкальной комедии. Вы знаете, особенно больно говорить сегодня, потому что пару недель назад был подписан указ президента о награждении его орденом за заслуги. И в телефонном режиме я его поздравил. Мы с ним обменялись впечатлениями. Он был очень оптимистичен в борьбе с коронавирусом. Но, к сожалению, произошла трагедия. И я не успел вручить ему орден, хотя орден находится у нас. Прощельную церемонию посетил также почетный гражданин Одессы и Одесской области Сергей Кивалов. Николай Завгородний был частным гостем в Национальном университете Одесской юридической академии. Он пел вместе со студентами, поддерживал песенные концерты на ротонде, а также воодушевлял молодежь на творческие начинания. Сегодня театральная Одесса понесла большую утрату. Ушел из жизни заслуженный артист Украины, народный артист Украины. Николай Владимирович Завгородний. Знаете, это был действительно замечательный человек. Человек, который олицетворял настоящего актера. Человек, который всю свою жизнь посвятил служению людям именно в театре. Это человек, который внес свой вклад в развитие культурной Одессы, в развитие театральной Одессы. Это человек, которого знали практически все. Человек, которого мы любили, ценили и уважали. Коллеги и друзья называют Николая Завгороднего королем театра. И вспоминают его голубые глаза и прекрасные чувства юмора. Директор мускомедии вспоминает, что кроме работы в театре, актер ввел активную общественную жизнь. Был председателем профсоюзного комитета, а также на СОВе защищал права коллектива. 41 год связывает тесный, я даже с трудно сказать, что это слово тесный, какой-то семейными узами Николая Владимировича с театром и театр с ним. Огромное количество ролей. А до этого прекрасное образование, рождение двух сыновей, его активное участие во всех театральных процессах, его активная жизненная позиция привела к тому, что он стал председателем профкома. И многие годы защищал интересы коллектива. Друзья и близкие актеры сознаются, что до сих пор не могут смириться с его утратой. Ведь на протяжении двух месяцев болезни все надеялись на выздоровление и возвращение артиста на свою сцену к любимому зрителю. Семеет море за бульваром, каштан над городом цветет. Наш Константин берет гитару и тихим голосом поет. Я вам не скажу, за всю Одессу вся Одесса очень велика, но и молдавалка, и прессы обожают костюм моряка. Это совместные этюды, совместные спектакли студенческие, где мы еще так мало могли и так много чувствовали. Мы всегда это помнили, работая здесь в театре. Мы вместе приехали по распределению. И, в общем, вся жизнь прошла рядом, параллельно, но рядом. Мы, в общем-то, родственники. Светлая душа, голубоглазый наш. Коленька был таким замечательным, светлым, добрым. У меня всегда звучит в ушах его голос. И я уже не услышу, как он мне скажет. Я так и знала. Он так радовался, умел радоваться победам своих коллег. И умел очень тактично и с юмором делать какие-то замечания и помогать. Коллеги, которые за годы в театре стали близкими друзьями, в такой грустный день вспоминают первую встречу и знакомство. С улыбкой на губах, но со слезами на глазах рассказывают, что в молодости народный артист достаточно часто играл людей в возрасте. Но больше всего любил играть в спектаклях для детей. Когда он пришел в театр, как ни странно, почему-то он играл возрастных. И мы когда смотрели, просмотрели его, чтобы взяли его. Он играл старика. Он стариков играл. 27 лет он играл старика. Это вообще... Мы даже не подумали. Большие голубые глаза. А потом оказался молодой, молодой, симпатичный парень. И он еще, по-моему, играл у нас в первом спектакле, который они играли, «Кавказская обменка». Да, да. Он играл старика, да? Да. Он был назначен таким известным копиком Боровским. Борисом Борусом. Кроме театральной карьеры, Николай Завгородний успел параллельно сниматься в кино. Первые фильмы с его участием начали выходить еще в 90-х. «День любви», «Возвращение броненосца», «Дружная семейка», «Одесса мама», «Курортная полиция». Но наибольшую славу и признание актеру принес фильм «Ликвидация». Вечная память одесской легенде.